Друзья, мы сегодня смотрим в Греции очередную яхту, которая выставлена на продажу. Это Бенето Океанис 473, 2003 года выпуска. По традиции начинаем с кают-компании или салона. Но перед тем, как начать осмотр яхты, показать вам эту яхту и самому посмотреть, я ее вижу первый раз. Хочу обратить ваше внимание, что яхта сейчас на межсезонном сервисе и не готовили яхту специально к моему приходу. Итак, начинаем с кают-компании. По левому борту рабочее место Кока. Смотрим, холодильник, он открыт, холодильник с морозильником. Как всегда, руку мою вниз, сантиметров 30 еще остается. Далее, газовая плита. Вот ее состояние, вы видите. Далее, внизу открывается еще один холодильник. Продвигаемся дальше. Видим мойку. Видим сушку для помытой посуды. И внизу две подкачки морской воды. Мусорное ведро. Обратите внимание на состояние лакокрасочного покрытия. Это все, пока мы на камбузе. Массив, дерево. Поэтому оно таки выглядит. Замечаем, что все не ржавое, не державщины. Нет. И с другого ракурса видим камбуз. Окей. Теперь смотрим место отдыха. Вот эти сидушки, вы не удивляйтесь, с них снято все. То есть чехлы, потому что все будет чиститься, меняться. Вот чехлы, вот они снятые. Они такого темно-фиолетового цвета. Точечку оранжевую. По правому борту у нас место шкипера. Приборы. GVC проигрыватель. Это наш кипрский столик. Специально провожу близко, чтобы вы видели, как он блестит и его состояние. И вновь с другого ракурса смотрим кают компанию. Теперь кормовая каюта по правому борту. Ну, во-первых, смотрим, как красиво сделан вход. Какое лакокрасочное покрытие. Заходим в яхту, в каюту. Шторки такого же цвета, как обивка на подушечках. Это у нас сложен бимени и спрей-худ, которые с 2020 года. Опять же, матрасики без покрытия. Довольно вместительная каюта. Есть иллюминатор, который выходит на кокпит. Далее идем в каюту по левому борту. Выходим в салон и перемещаемся в каюту по левому борту. Здесь в каюте то же самое. Каюта такая же, за исключением того, что вот здесь лежат паруса. Которые в годы выпуска спрошу у хозяина и напишу под видео. Все очень достойно, ребята. Очень много места для отдыха. Высоко, над моей головой сантиметров 40. Лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии. Заодно приглядываемся и смотрим состояние паёл. Тоже как новые. Окей. Посмотрели две каюты. Смотрим теперь виси. Здесь проводится сервис. Видите? Поэтому снят замочек и состояние... Все в пластике, это хорошо. Откачка джапско, ручная. Поехали в каюту. В две каюты, которые впереди. Итак, вначале носовая каюта. Высокая, довольно широкая. Опять же, обивка снята. Мы её видели. USB 220 вольт. Шкафчики. Или яхта мало ходила, или... Или... Действительно такой исключительно хороший хозяин, который за яхтой ухаживает и вкладывает денег её в содержание. Ну, вот эта носовая каюта. И с носовой каютой напугаем в боковую каюту, как я называю, вагонного типа. Внизу и вверху. Но это вагонного типа каюта очень даже широкая. Если в других яхтах в этих каютах могут жить исключительно дети или люди маленького роста, то здесь каюта очень даже... Вот. Шкафчик, эти двери тоже для... сняты для сервиса. Вот, друзья, такая у нас интересная вещь. Ещё одно. Видите, вот здесь есть застёжки такие. Внизу, вверху. То есть с этих двух носовой вот этой боковой каюты можно сделать одну каюту для семьи небольшую. Открываем следующий галюн и видим опять же интересную картинку. этот галюн тоже ручной. Всё в пластике. И дверь снутри тоже в пластике, что очень хорошо, потому что если лакованное, то портится. Дальше. Посмотрим машинное отделение. Пойдём наружу. Открыли машинное отделение. Ещё посмотрим его сбоку. Стоит добраться до двигателя. Вот он. Под двигателем, перед двигателем, вернее, у нас есть аккумуляторы. Вот они. Сервисные стартовые и под двигателями чисто-чисто. Вот. Такая у нас картинка, друзья. Подсвечиваем фонариком, снимаем кусочек маленьких видео. Как видно, хорошо и неплохо, но что-то увидим. Всяком случае видно, что моторчик чистый. Очень чистый. Немного часов, скорее всего. И под двигатель, масло и дизель и воды нет. Ну вот такая картинка с машинного отделения. Теперь идем наружу. Итак, мы находимся на кокпите яхты. Большой стол с крышкой, которая раздвигается влево-право. Аудиосистема. Колонки с одной стороны, колонки с другой стороны. Сидушки покрыты тиком. Состояние тика хорошее, хотя хочет сервиса. Оба штурвала обшиты кожей, которая в отличном состоянии. приборы управления яхтой. Автопилот. Яхта оборудована подрулькой, был трастером. оборудована. Время работы двигателя будет видно, не видно, не знаю. 8358. То есть, моточасов немало, но постоянно проводился хороший сервис и по словам хозяина, опять же повторю, это не сервейерский осмотр, по словам хозяина, двигатель в хорошем состоянии. Состояние пластика реально хорошее и по правому протоптишу продвигаемся вперед. Рядом яхтсмены тренируются и мы смотрим яхту. Вот мы подобрались к якорной яме. Вкроем ее. видим брашпиль Tigress 1200 ватт 12 вольт. Это одни из самых хороших брашпилей. 90 метров цепи калибр 12. Чистенько нигде никаких трещин не видно. ну разве вот здесь впереди но это повреждение от цепи которая лечится очень легко. Смотрим на яхту спереди но солнце нам будет мешать. оба паруса на скрутке паруса сейчас сняты для сервиса вы видели их в каюте вот такая яхта друзья в Греции выставлена на продажу задавайте вопросы с удовольствием отвечу всего хорошего пока с удовольствием яхта Продолжение следует...